Всем привет! Хочу вам похвастаться своим новым приобретением. Купился лайтовую удочку корейскую Максимусу, потому что свою оливию я благополучно потерял в темноте, были на природе, куда-то ее ссунул и потом так и не нашел. Вот купил себе замену вот это вот. Легкое удилище тестом по-моему 5.15 или 3.15 сейчас посмотрим поточнее. И 3.15, да, тесту не 3.15 грамма. Быстро устроя. Длина метр восемьдесят. Стоимость 1400 рублей. Бюджетная удочка, потому что гоняться за какими-то брендами, дороговизны, это я все не люблю. Но для среднестатистического рыбака вполне хорошая. Так, по повесу. Я, короче, сейчас еще лету стоит у нас, поэтому покидать негде. Я протестировал ее грузиками. Ну, на потрях, соответственно, проверил. Действительно, у нее быстрый строй. И по весам. Повесил на нее грузик чекурашек разных. И так попотрясывал. Немножко посмотреть вообще, как реагирует удочка на веса. Так, ну, что я могу сказать. 3 грамма. 3 грамма слабенько, она очень слабенько реагирует на этот вес. То есть, ну, забрасывать, разумеется, можно, но как бы не очень, не очень. Колообразно как-то получается, так и жестковато и не очень чувствительно. Я так полагаю, что лучше всего будет работать вес где-то от 5 граммов начинать. То есть, можно от 3, но чтобы так прям вообще кошерно зашло от 5 граммов. Так, ну, соответственно, да, чем выше, тем она будет так реагировать по круче, скажем. То есть, 8 граммов уже более так выражено. Она уже начинает так гудеть в руке при забросе. 12 граммов еще больше. И вот, я вам скажу, что 14 граммов уже маленько, маленько страхово. Уже страхово 14 граммов забрасывать, потому что чувствуется, что удилище уже начинает напрягаться так не очень хорошо. И, наверное, и здесь риск, что она все-таки сломается кончик у него или еще где. Поэтому, наверное, вот 14 граммов даже, как бы по паспорту, да, у него написано 15 грамм край. Но что-то у меня сомнения терзают смутные, что, наверное, будет все-таки маленько опасно такие веса забрасывать. Наверное, вот граммов 10 где-то, это уже, наверное, будет предельно для нее. Вот начинает где-то вот с 5-3 грамм. Даже, может быть, не 10 фиксинг, даже, может быть, 12 грамм, наверное, еще уже, еще можно будет бросать так, не очень опасаясь. А вот то, что выше уже, наверное, будет очково. Потому что, несмотря на заявление, хотя обычно тесты, тесты они завышают, занижают на удочке. То есть, как правило, если написано 15 грамм, можно там все 20 бросить. Но, знаете, я вот сейчас вот грузиком так помахал-помахал и так немножко напрягся. То есть, ну, вот, наверное, до 12 граммов, наверное, ей будет можно. Но это не точно, как сейчас говорят, потому что это все предварительные замеры какие-то. Все это не в полевых условиях. Поэтому, как на рыбалке, все это будет. То есть, 100 процентов я вам не могу сейчас ничего сказать. То есть, вот, предварительно, вот, у меня такие ощущения сложились. Как на самом деле будет, покажет время. Так, ну, что по удочке. Материал карбон, как заявлено, да, но сильно сомневаюсь я, потому что все-таки стоимость у нее. Так, рукоять. Рукоять у нее, ну, скорее всего, искусственная пробка. Крепление. Крепление стандарт. Стандарт. То есть, крутится нижняя затяжная гайка. Кольца. Ну, кольца, скорее всего, в документах не написано. Но, скорее всего, вставки СИГ все-таки есть, потому что сейчас уже даже самый раз последний китайцы все-таки стараются как-то соответствовать уровню. Ну, что еще по удилищу? Да, в принципе, ничего. Это не какая-то такая хитрая конструкция, чтобы про нее долго рассказывать. Поэтому, ну, вот, все, что я вам могу, я вам, конечно, так вот, примерно, раз-два, 100 процентов колец, три, четыре, пять, шесть. Шесть колец на всем, на всем бланке. Ну, как бы, вот, тюльпанчик такой, чтобы не перехлестывалось. То есть, хороший, удобный. Грани острых нету на нем. То есть, я уже проверил. Как обычно, знаете, на очень-очень таких вот неказистых дешевых спингов бывают, что зазубрины на этих гранях. Нет, здесь все аккуратно, все зашлифовано, заполировано. То есть, ничего не перевежется, не отрежется. Стыки, штекер вот этот, да, очень нормально, все плотно заходит, ничего не колбасится, не хрустит. Я говорил, да, что при потрахе я проверил, все нормально, удочка играет, достаточно так мягко, ничего там не хрустит, не колдыхается. Ну, вот, как бы, и все. То есть, вот, предварительные наметки я дал, да, что вот такой хороший вес можно начинать от 5 граммов и заканчивая, наверное, 12. Но с осторожностью. 14 пока, я бы, не знаю, не рекомендовал. Но опять-опять повторюсь, это все предварительно и так на вскидку. Так что вот. Ну, это, это вообще видео скорее для тех, кто покупает в интернете, у кого нет возможности в магазина ходить, там нет магазинов или что-то такое, поэтому лучше всего, конечно, удочку брать, чтобы можно было ее пощупать, то есть, в магазине непосредственно, потрясти, посмотреть, поймать, погнуть, все вот это вот, заглянуть во все там эти места потаемные. Да, в принципе, как бы, через интернет, если покупаете, вы когда забираете, вы можете, как бы, ну, опять же, посмотрите, там такие дефекты явные, вот как, например, все остальное трудно будет выявить. Ну, в общем, вот. Адрес я вам давать сайта не буду, просто наберете, кому интересно, в Яндексе, там, на маркете посмотрите, выберите, где дешевле. Ну, вот я говорю, что я брал за 1400, там, с какими-то копейками. В принципе, пока удочка меня, нормально так, нормально впечатлила, в хорошем смысле. Ну, что будет дальше, посмотрим. Сейчас сезон начнется, будем смотреть. Ну, все, как бы, всем пока, оставайтесь на канале, еще будут видео, там у меня впереди такие есть небольшие планы по видосам. Поэтому оставайтесь, я не пропаду никуда, вы тоже не пропадайте. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok